Работаем с картами, смотрим про него с погодами в ближайшие дни, делаем выводы в экзаклизмах. Начинаем с частоты воздуха и северную Америку смотрим. Ну, в общем-то, есть какие-то локальные задымления у нас в Висконсине, в Техасе, в Нью-Мексико и вот здесь вот на границе Калифорнии и Мексики. Но в целом не сильно, мне кажется, это все влияние, так же вот в Южной Мексике у нас пыль ходит. Вот новый здесь вот очаг в Боливии появился, здесь явно похоже на возгорание, видно вот такой вот шлейф, идет прям дым виден. Так, из округлой такой точки сюда вот идет дым. В Африке, здесь на севере Южной Африки, видать, просохло, пыль поднимается. В Конго, ну вот смотрим на севере Алжира и Туниса, здесь похоже на полевую бурю, сильный ветер здесь дует. А так, вроде бы все без изменений, вот здесь что-то пыльно в районе Стамбула тоже. В Средней Азии все прекрасно у нас. Давайте посмотрим Ближний Восток. Здесь немножко ветер поменял направление, но каких-то сильных бурь пока нет. Все это пока по югу здесь Саудовской Аравии. Смотрим в Сибири, вот пожары, в Южной Сибири продолжим, в Восточной Сибири. Ну и на севере, кстати, никак не затухнет, в районе Нового Уренгоя все равно задымление есть. Но самое основное, конечно, вот рядом с Красноярском, вот чуть-чуть вот видно доносит дым сюда, в сторону Иркутска. То есть, влияние все-таки есть. Что-то вот здесь вот в Китае на Поберечье, Желтого моря явно загорелось. В этой котловине продолжает пыль гулять. Там, наверное, не знаю, прям неинтересно туда даже съездить, посмотреть, как там люди живут. Здесь вот на востоке Индии у нас пыль тоже продолжается, никак не осядет, не прибьет ее дождями. Ну, в Австралии вроде бы все хорошо, там дождики прошли в свое время, и в итоге сейчас мы видим не так уж и пыльно. Так, давай теперь смотреть, где какие осадки у нас. Вот посланница Небес сообщает, холодно, утром плюс 9, днем плюс 13, на 31 мая вроде обещают тепло. Да, сегодня, кстати, был побит рекорд в Ульяновске. В Ульяновске области было отмечено в городе Инза минус 4,2. Вот, и это абсолютный рекорд, то есть данные снимаются за 83 года, и вот за эти 83 года это самая холодная ночь получается вот на сегодняшний день, 26 мая. В общем-то, довольно-таки прохладно. Тоже здесь сообщают, рекорд был поставлен во Владимире городе, а термометры там показали минус 0,2. И так холодно вроде бы тоже никогда еще не было. Поэтому, да, смотрим. Свалка Европа написала очень интересное стихотворение, прям целое творение. Я его, конечно, зачитывать не буду, но вот посмотрите комментарии за видео. Вот вчера обзор погоды очень интересный и со смыслом стих. Спасибо вам большое. Итак, Виталий Вишталюк пишет из Украины. Вчера там было солнечно, плюс 21 в Полтавской области. А сегодня, я думаю, прям по центру мы сейчас видим вот здесь от Одессы, получается, через Кривой Рог, вот сюда вот в сторону Брянска и Смоленска такая полоса. Она даже дальше идет, до Хельсинки практически, и еще выше в сторону Швеции. Вот такая полоса осадков. И, соответственно, я думаю, у вас сегодня должны быть осадки. Ваш вопрос про понимание украинского языка, ну, я не знаю, себя не тестировал, но, думаю, процентов 50. Между 50 и 70 процентами понимания. Так, Сергей Диколенко пишет. Во время ужина, по традиции, смотрю твой выпуск с погодой. Небольшое потепление пришло в Краснодарский край, как ты обещал. Ну, да, сегодня мы видим уже плюс 22 в Краснодаре. Погода немножко расчищается. На сегодня, по крайней мере, посмотрим, как этот хвост пройдет. Ну, по крайней мере, над Кавказом мы сейчас видим, что лето собирается все-таки приходить. Так, в Архангельске мы видим, здесь как раз сейчас находится рядом циклон. Дождики вот так вот ходят по кругу. Ну, и, соответственно, здесь еще довольно-таки прохладно. Во самом Архангельске плюс 6, для сравнения в Мурманске плюс 16. Так вот, Муфат пишет. В прошлом году было плюс 32, а нынче холод, но уже наметилось потепление. Ну, потепление наметилось, но пока у вас плюс 6. Ну, хотя, да, совсем близко, вот буквально 200 километров уже гораздо теплее, чем у вас. Ну, в прошлом году у вас, как обсуждали, да, вегетация там была совсем другая. Вот, Света Светикова пишет, огорчительно, что скоро придет жара. А как же грозы? Куда пропали майские грозы? Ну, грозы вот в Европе, в Европе были, да, он гемочный, если вы видели, там, Сторнадо в Германии, там, в Бельгии тоже отмечены были. Так что, ну, еще все впереди будут летние грозы, я думаю. Вот сейчас вот грозы мы можем увидеть в Северном Казахстане, в районе Кастаная, Аркалыка. Вот здесь вот у нас сейчас грозовая система. И также в Западной Сибири, вот на запад от Сургута, потому что здесь как раз столкновение от теплых и холодных потоков воздуха. Вот, кстати, в Иркуте тоже гораздо теплее, чем в Архангельске. Смотрим в Сибири, у нас прекрасная погода, в общем-то. По югу, здесь вот в горах, возможно, грозы, на границе с Монголией тоже грозы. Ну и в Северном Прибайкале, Юго-Западная Якутия, здесь тоже грозы. В Восточной Якутии у нас небольшие осадки, кое-где в горах снежок, то же самое в Магаданской области, температура в Магадане плюс два. Непогода у нас отмечается в Восточном Китае, у нас Приморье, и хвост вот идет через Японию, Юго-Запад Японии. Здесь могут быть серьезные катаклизмы. Мы видим большое выпадение осадков также на японских островах. Наха, вот, допустим, Тайвань сюда, ну и Южный Китай, тоже сильные грозы. В Индии грозы сегодня только на юге, ну, может, на Восточном побережье еще. В Индокитае сильные грозы сейчас, ну, традиционно это Индонезия, Папа. Немножко непогода на Востоке Австралии и Тасмании. В Новой Зеландии прекрасная погода, то есть вроде бы никаких проблем не должно состояться у них. Смотрим теперь Аляску. На Аляске хорошие погоды стоят. Фэрбэнкс плюс 9, чувствуете, каждый день прогревается, как, потому что ясная погода, солнышко там почти круглые сутки ходит по небосводу. Ну, вот, Мертвая Лошадь даже там плюс 2, и даже на перевале горном вот здесь вот плюс 1. На Западе Канада хорошая погода, редко, когда можно произнести такие слова. В районе Гудзону залива небольшие локальные здесь осадки. Основной циклон находится севернее Великих озер, и определенное влияние оказывает и на Оттаву, здесь плюс 14 всего. Ну, и, возможно, в Антарио тоже сильные дожди. А вот хвост этого циклона вызывает мощные грозы по многим штатам. Ну, вот это будет Индиана, Тенниси, Алабама, вот эти штаты. Даже немножко Флориду заденет, мы видим мощные грозы здесь, да. И еще вот центр циклона над Миссури, то есть это как бы спаренный циклон. Смотрим Южная Америка, ну, здесь в районе экватора и в районе Парагвая у нас локальные грозы. В принципе, погода неплохая сейчас. Так, Юг Африки просыхает, вот, наконец-то пришли грозы в Эфиопию. Это им полезно, немножко аросит. И вот здесь даже в пустыне, в Мали и в Мавритании мы видим тоже какие-то осадки происходят, что неплохо, совсем неплохо. Но сама пустыня, мы видим, разогревается, то есть сороковники только так. Вот Кадамес, вообще, сорок два градуса уже в Алжире, уже готов, как говорится, пуститься жар по свету. Ну, давайте теперь глянем. Ночь на двадцать седьмое. Здесь у нас будут, на юге не будет осадков, мы видим, да, ночью. Ну, вот пойдет в сторону Поволжья этот циклон. Москва, Поволжья, вот так, может чуть-чуть заденет Ленинградскую область, буквально чуть-чуть прибить. А циклон от Архангельска идет, движется на север. То есть он не движется вглубь Сибири, он пошел на север. Но здесь есть еще циклон, который находится в районе северного Казахстана границы, но вот его хвост почему-то завернут кверху, идет на север в сторону Ямала. Интересный такой хвост. Обычно они к югу подворачиваются, ну, вот как вот здесь, да, в Забайкале здесь циклон, а вот его хвост вот здесь проходит. А это подворот к северу. Ну, смотрим США, да, у них тоже будет в Восточных Штатах, там предупреждения надо выносить. Ну, в общем-то, и завтра то же самое будет вот так вот вдоль побережья, от Великих Озер до Флориды, вот так вот будет проходить хвост циклона. Завтра, ну, вот за этим циклоном мы видим, идет мощный западный ветер, то есть продувается вся Европа. А завтра очень хорошо, до Урала практически, а потом как от стенки отскакивает и идет все на север сюда, в сторону Кольского полуострова, куда, кстати, приходит циклон. И вот даже небольшие дождики пройдут через центральную Европу. Давайте в ночь на субботу посмотрим. Здесь осадки ожидаются в горах Средней Азии в субботу. В Приморье циклон находится, да, опасность вот Япония и Южный Курильский остров, но циклон сам проходит чуть южнее, поэтому особо катаклизмов не должно быть. Вот в Китае, возможно, вот здесь вот мощные осадки. Ну, и циклон все никак не может покинуть США, все ему там нравится и продолжаются угрозы по восточному побережью США. И непогода приходит на запад Канады, ну, такая умеренная непогода, то есть в виде небольшого дождика. Так, Алексей Покровский пишет, при Урале нынче не очень повезло с погодой, сплошные перепады. Интересная задержка индийских мусонов, в принципе, вроде бы уже пора бы. Видно, что там тоже сковородка нехилая, как и в Африке. Ну, давайте глянем сейчас. Да, Индия хорошо прогревается с Пакистаном. Что там сейчас? Плюс 44 градуса. Ну, вот, да. И отсюда жара выходит вот сюда вот в сторону восточного Казахстана, идет в сторону Южной Сибири. Мы видим здесь тридцатка в Барнауле. И поднимается как раз вот в район Северного Урала. А про Урал, почему резкие перепады? Потому что мы видим, они находятся на противотоках. Да, вот здесь вот такая ложбина. Мы видим, что Кокшетау 34 градуса, а в Челябинске плюс 17. Два раза разница. По югу России здесь мы видим потепление. Восточная Украина тоже. А вот в Центральной Украине сегодня прохладнее, чем обычно. Не дотягивает до 20 градусов. Ну, или кое-где, может быть, в некоторых городах дотянет. В Западной Европе тоже прохладная погода, прекрасная. Ну, видно, что хороший западный ветер. Все продувает. И обратите внимание, прохлада идет даже на север Алжира. Давайте глянем, что у нас в США происходит. Потепление у нас идет в США. Нормально в Северной Америке поднимается теплый воздух. И на север прохлада остается практически только вокруг Годзонного залива. На северо-востоке Канады, рядом с Гренландией. В Гренландии там минус 22, поэтому пока там еще все держится в порядке. Тепло сейчас практически в Восточном Средиземноморье. На Ближнем Востоке хорошее тепло. Ну, и вот сюда вот Сибирь. А на Дальнем Востоке все еще Магаданская область держится. С мороза с севера Якутии, также Таймыр. А Чукотка уже начала прогреваться. Уже гораздо лучше выглядит. Ночью заморозки наконец-то прекратятся. Ну, только кое-где. В основном на Урале. В Приурале будут около нулевые температуры. В целом, ночь прохладная в Европе. В Сибири вот сюда вот теплая ночь. В Западной особенно Сибири. Ну, и выносят сюда теплый воздух в Приморье. Потихонечку из Китая. Завтра состоится опять же жаркий день в Южной и Центральной Сибири. А в США, ну, такой средний. И не жарко, и не прохладно. И, в общем-то, потихонечку прогревается и Дальний Восток. Ну, давай теперь посмотрим 4 июня. Уже лето вовсю. Здесь будет прохладно. В Восточной Европе где-то до 55 широты будет прохладно. Чувствуется. Ну, небольшая. То есть, без мороза, без всего. А Урал хорошо прогреется. И тепло идет прямо до Северного Литого океана, до Ямала. Ну, и, соответственно, Западная Сибирь тоже хорошо прогревается. А Европа, только вот Южная Европа получает тепло. Да, хочу вам сказать, что в связи с летом наступающим, то есть, я буду больше проводить в выходных горах. Поэтому, возможно, некоторые перебои с выпусками. Имейте в виду. Ну, а с вами был Алекс, канал Береглабжи. Отличного поражения. Субтитры предоставил DimaTorzok